Уравнение Беля. Надо сразу сказать, что огромное количество интересных задач, что здесь школьные математики, школьные олимпиады математики, фактически сводятся к уравнению Беля. И очень много лет, когда рассказывали о уравнении Беля, рассказывали о них так же примерно, как Диэклеев разобрался с так называемыми единицами в нормальном расширении поля национальных чисел. О чем разговор? Берем любой многочлен на отношении национальных чисел и его разлагаем на линейные множители и рассматриваем все числа, которые можно получить из этих. Там вводится понятие алгебраических чисел, целых алгебраических чисел. Я потом все буду рассказывать. И, соответственно, уравнение Беля – это очень-очень частный случай, когда вы берете в качестве многочлена х квадрат минус d. Соответственно, к рациональным числам добавляете корень из d. и Диэклеев придумал и замечательно применил этот самый принцип, который у нас принцип Диэклеев, что если у вас предметов больше, чем мест, и вы раскладываете, то обязательно в каком-то месте окажутся два или больше предмета, именно для решения вот этой вот задачи о единицах. Так что у нас с вами впереди вот эта вот тема, теорема о единицах. И уравнение Беля является очень-очень-очень частным случаем. Но, к счастью, в начале, причем очень долго, можно обойтись без этого. Оказывается, это уравнение напрямую связано с цепными дробями и с двумя теоремами. Теорема Лагранжа о том, что любая квадратичная рациональность, квадратичная рациональность, то есть корень квадратного равнения с рациональными коэффициентами, но которые не являются рациональным числом, любая квадратичная рациональность разлагается в периодическую цепную группу. И теорема Глуа о том, что вот, когда вы берете корень, то разложение имеет очень специфический вид, а именно там есть полиндром. Я понимаю, что, честно, можно поговорить с загадками, я потом все это буду очень подробно рассказывать, но давайте начнем изучение этих уравнений с истории о Владимире Игоревиче Арнольде. Это был такой замечательный академик, действительно яркий математик, написал несколько учебников, по которым и сейчас учатся. То есть человек, в общем, знаменитый и заслуженно знаменитый, замечательный. Так вот, он некоторое количество сил, даже не маленькое, потратил на то, чтобы разобраться с вот этими самыми задачами. В частности, очень много задал вопросов о том, как устроена статистика, то есть какие элементы в цепной терапиях бывают чаще, какие бывают реже и так далее, и так далее, и так далее. И читал лекции школьникам об этом, со всеми учениками, уже вовсе не школьниками, а учеными, на эти темы общался, общался и так далее. И даже написал брошюру про это дело. Когда он об этом рассказывал, он взял какой-то пример. Давайте я возьму ровно тот пример, который он взял. Курень из 187. Показал, как это число разлагается в цепной тропе. Показал, как это связано с уравнением Гелли. Что звучит, все правильно. И при этом была некоторая загадка. Загадка Арнольда. И довольно много лет ему никто не мог эту самую загадку разгадать. А еще Арнольд задал вопрос. А почему, интересно, мы извлекаем корень только из натурального числа? А давайте извлечем корень, ну, не знаю, из трех пятых. Почему, собственно, здесь считать Д обязательно натурального числа? Давайте возьмем какой-нибудь корень из какого-нибудь нецелого числа. И будет эта цепная тропь периодической. Да, по теории Лагранжа будет. А будет ли она полинтромом? И он долго это доказывал. Не сумел доказать. Обратите внимание, академик. Замечательная математика. То есть, ну, да, то есть, что называется, он, причем не в молодости, не когда ему там было 10 лет, да, не сумел доказать, а когда он был, в общем, во всей силе. Вот. Но вместе с учениками они все-таки сумели это доказать. Ну, Господи, на самом деле, если разумно относиться ко всему этому, то никакой особой науки не нужно. По одной простой причине. Вот это число, это корень квадратного уравнения 5х квадрата минус 3 равно 0. И в этом уравнении коэффициент при х равен 0. И, между прочим, когда вы пишете такое уравнение, тоже коэффициент при х равен 0. И, оказывается, никаких трудных рассуждений для доказательства того, что там был полинтрон, не нужно. Нужно знать картинку, которую придумал конвей. Конвей настолько был рад, что эта картинка существует, и она сильно настолько симпатичная, что даже он написал по этому поводу книжку. Квадратичные формы, данные нам в ощущениях. И вот, оказывается, можно практически вообще без вычислений доказать и существование решений уравнения Белли, и увидеть эту самую полинтроничность, и увидеть связь с деревом Калкина-Вилфа Штегна-Крако. Вот и это все нам предстоит. Давайте, чтобы все-таки двигаться в порядке. Да, еще я не сразу выдам тайны про конвейер. Все-таки некоторое время мы сначала порешаем конкретное уравнение, чтобы этот хорс был доступен даже совсем-совсем, не знаю, там, семиклассникам, семиклассникам. Хотя и доказательство, которое у конвейера, оно тоже абсолютно доступное. Там просто картинка. Я даже сразу нарисую, вот она картинка. Оказывается, существование... Да, уравнение Белли, это вот, например, такое. Х квадрат минус 187, да, у квадрат равно единица. Вот одно из равнений Белли. Так вот, оказывается, существование натуральных чисел Х и У, для которых выполнено вот такое равенство, сразу следует, если рассмотреть вот такое вот бесконечное во все стороны дерево. Вот это придумал конкретно. Но пока это такая дразнилка, а мы займемся загадками Арнольда, что здесь все. Во-первых, выделяем целую часть. Понятно, 14 в квадрате 196, поэтому мы должны написать вот так. Корень из 187 минус 13. Естественно, теперь мы должны домножить, перевернуть это число, записать в числителе единицу. Внизу будет единица, деленная на корень из 187 минус 13. Это понятно. Но надо еще домножить на корень из 187 плюс 13. А, соответственно, внизу будет разность квадратов, ну, это уж я потом помешу, я решаю. Корень из 187 плюс 13. Вот, давайте подумаем, что это такое. 13 в квадрате 169, корень из 187 в квадрате просто 187, 187 минус 169, это 18. Правильно? Значит, я стираю и пишу вместо этого выражения просто число 18. Вы помните, что корень из 187, это 13 с небольшим. 13 плюс 13, 26. Значит, здесь целая часть равна единице. Так, у меня бумажка тоже так написана. Значит, надо написать единица плюс. Вычитая единицу, получаем 13 минус 18 минус 5. Хорошо. Вот мы уже нашли два элемента. Давайте записать ответ. Корень из 187, это 13. Дальше идет единица. Целую часть и еще одно число. Хорошо. Теперь продолжаем. 13, это понятно. Единица делить на единица плюс. Разумеется, опять нужно переворачивать. Единица деленная. Интересно, деленная на что? Деленная на 18, которую разделили на корень из 187 минус 5. Ну, как водится, нужно опять там ужить. Получится корень из 187 минус 5. И внизу 187 минус 25. Это сколько? 162. 162. И вот, смотрите, загадка. На самом деле не только. Это... Всех, кто занимался этой наукой, это, когда встречаешься в первый раз, совершенно удивляет. Почему это не разделилось? 162 и 18 сократились. Получилось 9, правильно? Получилось 9. А, казалось бы, случайные числа. Так, ну давайте продолжим. Может быть, это сделает случайно, случайно, может быть, число 187, мы просто так взяли. На самом деле, точка 70 это просто совсем случайно. 13 плюс 1 разделить на 1 плюс 1 деленное на. Так, давайте смотрим. Это 13 с небольшим, значит, это 18 с небольшим. Значит, здесь выделяется 2 в качестве целой части. Корень из 187 плюс 5 и минус 18. Ну это, на самом деле, корень минус 5, минус 18, минус 13. Так, на знаменателе у нас стоит девятка. Хорошо. На самом деле, когда Арнольд рассказывал на лейтой школе, у меня тоже была проблема с тоской, такая же, как у меня и сейчас. Ну, ничего, справимся. Единица плюс единица деленное на 2 плюс. Так, опять, значит, единица в числителе. Что у нас теперь здесь? Ну, девятка осталась. Здесь стоит единица деленная на корень из 187 минус 13. Это понятно. Домножаем на число корень из 187 плюс 13. И внизу получается 187 минус 169. То есть, 18. Опять сократилось. 18 и 9 сокращаются. И в знаменателе получается 0. Что же делать? Ну, выделяем целую часть. Целая часть, очевидно, равна 13. Хорошо. 13 плюс единица деленное на единицу плюс единица. Конечно, надо бы покороче это записывать. Но пока еще, пока еще можно. 13 плюс корень из 187 минус 13 разделить на 2. Угрожение становится уже угрожающе длинным. Поэтому давайте перейдем вот к какой системе. Я возьму сейчас это число и продолжу вычисление с ним. А вот это переписывать не буду. Хорошо? Потому что, как каждая, не слишком консультация. Вы место занимает. Поехали. Мы сейчас должны записать единица деленная на... Единица деленная на корень из 187 минус 13. Ну, хорошо. Опять умножаем еще эти знаменатели. Корень из 187 плюс 13. А здесь разность. 187 минус 169 мы уже, по-моему, получили. Да. Сколько это будет? 18. И опять сократилось. Опять сократилось. В знаменателе получилось число 9. Хорошо. Единица. Так, я обращаю внимание. Вот это вот число. Так я его обведу. Это в точности вот это число. Понятно? Записывай картинист. Чтобы не распутаться потом. Итак, 13 плюс 13 с небольшим. Это 26 делить на 9. Это будет 2. Здесь будет корень из 187 минус 5. Заметьте, числа, конечно, пока что все разные, но не такое большое разнообразие. Вот, посмотрите, да? У нас в вычислении вот 9 нескольких раз встретилось. Так, ну, хорошо. Что дальше? Домножаем числитель из знаменательного. Корень из 187 плюс 5. Тогда здесь будет корень из 187 плюс 5. А здесь 187 минус 25. То есть 162. И опять сократилось. Понятно? И опять сократилось. Значит, что у нас здесь? 162 и 9 когда сокращается, то 9 просто исчезает. А здесь получается 18. Ну, соответственно, можно написать единицу и написать 18 сюда. Так, хорошо. Заметьте, все время сокращается. Числа разное, а почему-то добросовестно сокращается. 2 плюс единица деленное на так. 13 плюс 5 это 18. Значит, здесь надо писать единицу. Хорошо. Получается корень из 187 минус 13 разделим на 18. Ну, опять умножаем числитель и знаменатель на корень из 187 плюс 13. 187 минус 169 это 18. И значит сократилось полностью. Ну, что уж вообще, какие ворота. С чего это у нас сократилось? Мы начинали с корня из 187, помните? А пришли мы к корню из 187 плюс 13. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас выделим целую часть. Это будет 26. И здесь напишем не минус 13 амитры. 26 минус 13 это 13. И вспомним, что же у нас было. Вот это число у нас уже было. Корень из 187 минус 13 был. И здесь мы именно к нему пришли. Так? Значит, мы сумели разложить корень из 187 минус 13 в периодическую цепную трубку. Единственное, пока это все у меня здесь видно, надо понять, какие же там элементы. Запоминаем. 13, 1, 2, 13, 2, 1, 26. Правильно? Ну, давайте напишем ответ. Корень из 187 это 13, 1, 2, 13. Так, 1, 2, 13, 2, правильно? 1. Так. И что-то пойдет дальше. Дальше пойдет вот разложение корень из 187 минус 13. Точности вот этого числа. То есть, там пойдет вот это вот 1, 2, 13. Разложение числа корень из 187 минус 13. Обратите внимание на очень важную деталь. Если идти читать вот так. 26, 1, 2, 13, 1, 2, 1, 26. Смотрите, 26, 1, 2, 13, 2, 1, 26. 1, 2, 13, 2, 1, 26. Так, так. То когда мы идем справа налево, мы получаем ровно то же самое, что когда мы идем отсюда. 1, 2, 13. Из этой картины выбивается единственное, вот это место. 13. Как-то вот странно здесь выглядит. Оказывается, разгадка простая. Оказывается, если вы возьмете число корень из 187 плюс 13, то здесь будет 26 и так далее. И тогда уже вот это, что называется, не будет. А почему надо смотреть это число? Голубая, как я понял. Потому что у этого числа сопряженное, а именно минус корень из 187 плюс 13 расположено между нулем и минус единицей. И оказывается, чисто периодическая цепная тропь, она вот именно у таких числов. Вот. Но это поток. Это мы поймем. И главное, что все это будет очень легко и изучаем. И так далее. Вот. Но сейчас надо хотя бы разобраться с загадкой армянской. Еще раз показываю. И я задаю вам вопрос. Можете ли вы понять, почему сокращалось? У меня был эксперимент. В очень сильном математическом классе школы 1543, где я работал, я эту задачу задал ученикам. Ну, я им объяснил, где читать, где прочитать об индийском методе решения уравнения Белли, об английском методе. Замечательно. Они читали, 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 читали. И не сумели разобраться. А это были очень неплохие, вполне себе разумные старшеклассники. И они очень хотели разобраться. Так, ну что? Сдаетесь? Не сдаетесь? Ну, тогда подождем. Оно сокращалось на 18. Понять, откуда там берется число 9, совершенно невозможно.